Управление ЖКХ планирует заменить в Воскресенском районе 21 лифт по программе капитального ремонта. На данный момент 12 из них установлены и готовятся к эксплуатации. Два дома, рабочая 106 и ЦС-17, новые лифты получили. Да только жители опробовать их так и не смогли. Срок ввода не соответствует обещанному. Должны были включить его 8 марта, как поменяли. Вот 8 марта он не работает, не включает. С коляской спускаться и гулять здесь мне неудобно. Если для одних жителей неработающий лифт вопрос комфорта, то для других физического здоровья. До сих пор лифт у нас не работает. Люди ходят, и больные, и старые есть. Вот ребенок, например, болеет уже 4 месяца. Мы с ним с больным ходим. Уже столько времени не работает, лифт невозможный. Мы уже старые люди. Поднимаются из 10 этажа, если опустимся, уже не можем подняться. И все-таки сумки носим. Так в чем проблема? Почему ввод оборудования в эксплуатацию настолько затянулся? При вводе в эксплуатацию лифтового оборудования необходимо соблюсти следующие требования, которые пишет нам Ростехнадзор. Для этого необходимо иметь квалифицированный, аттестованный персонал, соответствующий документами, который может быть ответственным за эксплуатацию данного лифтового оборудования. Как выяснилось, сотрудники Домсервиса на момент инспекционной проверки необходимой квалификации не обладали. В итоге лифты не приняли, а специалистов отправили проходить аттестацию. Инспектор Ростехнадзора совершил предписание. Данное предписание устранено силами Домсервиса. Лица, еще раз скажу, что аттестованы. И мы сейчас на этой неделе ждем приезда инспектора Ростехнадзора для осуществления ввода в эксплуатацию лифтового оборудования. Есть некоторые нюансы по срокам сдачи эксплуатации. Конечно, приносим изменения. Остается только надеяться, что повторная проверка, точная дата которой пока не названа, не выявит очередных нарушений. Александр Иванов, Дмитрий Волнов, Воскресенские вести. Продолжение следует.